У нас тема вебинара, при том обеих частей, сегодня и завтра, на две части поделили. Это создание системы статистики для онлайн-магазина на базе Symfony и ClickHouse. Сегодня хотелось бы рассмотреть больше Symfony, плюс что-то с ней поделать, так чтобы у нас уже была какая-то айтишка своеобразного магазина, насколько это возможно делать за полтора часа. А завтра мы уже с вами перейдем к тому, к ClickHouse, попробуем соединить это и увидеть, насколько это удобно работать в Symfony с такими системами, как ClickHouse, с огромными объемами данных, статистики, насколько быстро на самом деле это все обрабатывается и выдается результат. Итак, я преподаватель курса, нас таких много, являюсь действующим бэкэнд-разработчиком со стажем более 18 лет, работаю в данный момент в шведской компании Proxify техническим лидом, закончил Молдавский технический университет по специальности IT, люблю читать, путешествовать, но, к сожалению, времени на это обычно нет. Сегодняшний вебинар – это у нас обсудить Symfony немножко, мы о нем расскажем. И второе – это практически начнем работать с Symfony, уже сделаем API, который будет работать на какую-то базовую основу магазина, скажем так. И хотелось бы узнать, кто из вас, если сталкивался с Symfony, поставьте, пожалуйста, плюсики, если нет, то минусы, чтобы я понимал, в принципе, как мы будем общаться с вами. Отлично. Хорошо. Значит, вы все-таки не совсем новички, значит, для вас это не совсем чужая среда, и вы с ней знакомы. Отлично. Значит, вам будет легче, и, значит, мы сегодня сможем больше чего-то сделать и узнать. Итак, Symfony. Все знают, что это свободный преймворк, написан на PHP. Symfony предлагает быструю разработку и управление веб-приложением. Как зайти с именем? Это нужно зарегистрировано быть. Нужно зарегистрироваться, и тогда появится имя. Она уже будет на сайте зарегистрироваться, и тогда будет выводить ваше имя. Итак, Symfony, как я уже сказал, предлагает быструю разработку и управление веб-приложением. Позволяет легко решать, ну, довольно-таки часто используемые задачи веб-программиста. Работает с разными версиями PHP, имеет поддержку огромного количества разных баз данных от MySQL, Postgres, SQLite и любые ПДО-совместимые с ПДР. Информация о реляционной базе данных в проекте должна быть связана с объектной моделью. Как нам об этом рассказывает Википедия. Вот. Что такое Symfony и какие у нее плюсы и минусы? Давайте немножко рассмотрим. Как вы уже сказали, это OpenSource, да, PHP-фреймворк, и идеи заимствованы из Java Spring. Большая библиотека компонентов имеется, переиспользуемых в других фреймворках, таких как Zend, Laravel, Vee и других топовых фреймворках используют Symfony библиотеки, написанные компонентами. Ну, вот есть три текущие активные версии, да, это 3.4, там что-то на FIX уже идут 4 и 4 LTS-версии, 5 и 2 версии. Итак, мы знаем, что вот если от Амазона, да, если взять статистику по топовым, по использованию, по чистоте использования, по чистоте запросов по фреймворкам, то Symfony оказывается где-то на третьем месте. Хоть эта картинка и не самая свежая еще с 2019 года, но, в принципе, мало что изменилось на данный момент. Laravel продолжает быть в топе, Code Igniter тоже очень популярный, хоть и не у нас. В Польше он очень популярен, более популярен он в Америке. Symfony, Zend, они как бы вот идут немного позади, вот получается, Code Igniter. Ну, а Laravel у нас самый такой, часто используем. Почему так, почему не Symfony, да, потому что вход в Symfony, мы это тоже сейчас рассмотрим, более сложный. То есть с Laravel проще начать, если ты не знаешь фреймворки, чем, например, с тем же Symfony. Здесь нужно немножко подучиться, подпрактиковаться и потом уже начинать что-то делать. С Laravel уже намного проще сразу раз и вперед. Под Igniter он тоже самое. Намного проще начать что-то разрабатывать, не зная даже его. Вот, какие преимущества у Symfony? Стабильность, потому что версии, которые выходят, в принципе, мы видим, что уже сколько версий было. Все версии, когда выходили, в принципе, они были уже рабочими и довольно-таки стабильно работали. Дальше что? Это развитие, потому что фреймворк не стоит на месте, он постоянно разрабатывается, дорабатывается. Постоянно какие-то новые библиотеки пишутся, либо старые дорабатываются, так и сам фреймворк постоянно дорабатывается. То они переходили на бандлы, да, сейчас, я так понял, последняя версия, они собираются, наоборот, уходить от бандлов. Вот, более все-таки такой классический вид фреймворка, они возвращаются к нему. Дальше это обширная комьюнити, очень большое комьюнити, очень много есть ресурсов, где обсуждаются, ну, самый, конечно, это GitHub, ну, и многие другие есть ресурсы, где есть большая поддержка, получается, что ты что-то не знаешь, как делать. Редко найдем такую тему, связанную в Symphony, чтобы мы не нашли где-то в каком-то из комьюнити, где-то какое-то обхуждение, и уже предложение, как это решить, эту проблему. Очень хорошая документация у Symphony, и большое количество готовых пакетов, очень много для тех бандлов есть, чтобы не писать что-то в нуля, можно найти уже готовое решение и сразу его к себе через Compose установить. Отделяемость бизнес-логики от фреймворка, то есть то, что можно отделить, саму суть для того, чтобы потом, в принципе, можно было не так сложно перейти, например, даже на другой фреймворк или на другую версию этого фреймворка. Это довольно-таки большой плюс. Быстродействие. По быстродействию мы можем посмотреть, вот есть много ресурсов. Один из самых популярных, например, это вот. Один из самых популярных ресурсов по статистикам. Что мы видим? Видите, здесь те основные версии самых популярных фреймворков. Symfony, там, Zend, CakePHP и CodeIgniter. CodeIgniter здесь у них нету. Не знаю, возможно, они его не тестировали. Ну, мы видим в топе здесь VQT и Symplex. Symplex, кстати, это как раз фреймворк, основанный на Symfony. Мы его, кстати, если вы все-таки решитесь пройти этот курс, вы увидите, у нас есть тема, где мы проходим микрофреймворки, и там мы рассматриваем и даже что-то делаем с этим фреймворком, чтобы понять, увидеть его плюсы и научиться переходить с Monolith, да, на микрофреймворки, на микросервисы. То есть можно будет отделять за счет вот таких вот легких и быстрых фреймворков, как Symplex, можно все вынести как отдельные микросервисы, а потом просто они будут независимо работать друг от друга. И вместе где-то их использовать можно будет. Вот. Это по поводу быстродействия. Мы видим, что Symfony, ну вот, начиная с четвертой версии, да, вот он, в принципе, находится в почти все лидирующие места, не считая вот этих двух микрофреймворков, занимает Symfony. И уже на шестнадцатом месте, ну и там Laravel в 23-м вообще получается, и 24-й центре. Вот. Как бы так. Это по быстродействию. Итак, дальше. Гибкая архитектура. Довольно-таки удобно. Можно кому как удобно, так и готовить, скажем так. Если в таких фреймворках, как в Code Igniter, там все жестко определено, и ты не можешь нарушить эту структуру МВТ, то здесь можно, в принципе, писать, как тебе удобно. Нигде не выйдет никакого фатала, что ты что-то не так делал, откуда-то неоттуда заэкстендился, или какой-то не тот интерфейс. Здесь намного больше возможностей получается, больше для фантазии разработчика и архитектора получается. Так, то, что это я вам показал про быстродействие. Итак, недостатки. Как я уже заметил, высокий порог входа. То есть, получается, что, чтобы начать вот так с нуля, раз и на симфонии что-то писать, довольно-таки сложно. Нужно как-то много почитать, много попробовать, поучиться. Поэтому мы предлагаем этот курс, чтобы, в принципе, была такая, входной порог, вы перешли, чтобы могли уже работать, разрабатывать на этом фреймборке. Overvision для простых задач. То есть, если у нас что-то элементарное, какая-то несложная система, то использовать Symfony здесь нехорошо. Потому что это довольно-таки огромный такой, получается, агрегат. Нужно для чего-то простого использовать, и это уже не правило. Symfony нужен для разработки сложных, больших систем. Проблемы совместимости с legacy кодом – это о том, что у нас старый какой-то продукт перенести на какой-то свеженький Symfony. Чаще всего просто так не получится. Скорее всего, придется переписывать. Вот. Дальше это развитие проектов приводит к необходимости права. То есть, чем больше мы будем разрабатывать, ну, как недостаток, сложно сказать, потому что это, в принципе, рефакторинг – это нормальное явление для всех проектов. Когда носятся какие-то правки, то нужно развивать и переделывать. Вот. Не все пакеты одинаково полезны. Это насчет того, что у нас огромное количество готовых решений, бандлов, библиотек, Symfony написаны для Symfony, но не все они хорошо написаны. Поэтому просто не глядя, мы что-то нашли, а, давай быстренько применим, не стоит делать, потому что очень часто могут встречаться, ну, каждый, кому не лень, будет создавать себе библиотеки, то и делает, в принципе. А не факт, что они будут делать то, что нам надо, и делать это хорошо. Поэтому нужно проверять то, что мы собираемся скачивать, устанавливать, подключать к нашему проекту. Тенденция к швейцарскому ножу. То есть тоже, получается, чем больше мы будем что-то себе устанавливать, и все время хочется что-то добавить, 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 и в конце концов простые решения становятся довольно-таки сложными какими-то агрегатами, с которыми потом трудно что-то делать. Вот. За этим надо просто следить и это контролировать. Недостаток, нежесткая архитектура, в принципе, мы смотрели это как преимущество, но это так же, как и недостаток. Потому что каждый может лепить, как он хочет, и из-за этого потом может получиться либо один огромный тяжелый монолит, от которого нам потом невозможно будет отойти, или нужно будет все переписывать, либо будет написано настолько ужасно и неправильно, что никакого рефакторинга не получится, ни масштабирования. И в этом минус, в принципе, фреймворка. В Codeigniter так делать не получится, например, или других таких, где жестко прописаны правила архитектуры, ты не сможешь сильно плохо писать, скажем так, архитектуру. Итак, какие есть проблемы у синхронии? Это медленный DEI, dependence injection. То есть везде все фреймворки, у которых это есть реализация DEI, они все медленные. Потому что получается, что каждый раз, каждый контроль, конструктор должен, то есть система должна фреймворк пройти по всем, подключать все зависимости, и это занимает много ресурсов и времени. Медленный роутинг. Тут тоже, потому что чем больше у нас получается, у роутинга будет прописано в системе, тем медленнее будет работать система, так как парсинг должен проходиться по всем куртам, смотреть, где, что, куда. Поэтому, например, вот микрофреймворки, считается, вот на микросервисе разбиваешь, у тебя там пару роутов, несколько роутов в каждом отдельном микросервисе, и это будет моментно работать. А в большой системе большой роутинг будет долго работать. Но от этого не уйдет. Медленная ОРМ. Доктрина мы знаем, но доктрина, она очень хорошая, очень положительная, очень много плюсов у нее. Пока лучше, пока для PHP-фреймворков никто ничего не смог сделать, но она медленная, потому что она много ресурсов кушает и требует эти ресурсы для того, чтобы так хорошо работать. Насчет дей-контейнера. Если посмотреть, то вот обычно у готовых проектов, таких серьезных, то вот скомпилированная конфигурация, она занимает где-то 2 мегабайта. Представляете, 2 мегабайта – это много, это очень много, это слишком много. Так много нельзя и не должно быть. Но от этого никуда не денешься. Да и магия не бесплатна. То есть то, что мы раз через конструктор заинжектили сервисы, там заинжектили, например, entity-менеджер или еще что-то, это не бесплатно, потому что это все кушает ресурсы. дорого стоит в памяти во всем астрономии и в скорости. Вандл существенно замедляют сборку. Поэтому я вот и говорю, что последняя версия, насколько я понял, должна будет уйти, уже они уходят от этой зависимости, и поэтому будет быстрее собираться сам проект. Роутинг в целом работает достаточно быстро. Большое количество различных URL замедляют роутинг. Это то, что я говорил. Поэтому нужно переходить на микросервисы. Не зря об этом говорят. Не зря это уже сколько времени, уже последние года, все говорят микросервисы, потому что это увеличивает скорость работы. Параметры метода контроллера лучше, чем параметры URL. Это тоже. То есть это вот такие плюсы, через которые мы сможем укорить работу Symfony, если правильно будем это все реализовывать. Инъекция параметров метод контроллера увеличивает время до входа в метод в примерно два раза. Такие вещи, такие нюансы просто нужно узнать, и поэтому стараться так делать, чтобы работало быстрее. ОРМ нужна только если у нас какие-то сложные объекты, зависимости. Нам действительно нужны эти связи. Если нет, то CQRS. Кто не знает, это Command and Query Responsibility Segregation. То есть шаблон разделения ответственности на команды и запросы. Вот. Лучше использовать это, чем ОРМ. ОРМ нам действительно нужна будет только, если у нас сложные связи, и нам действительно это нужно. Нужно получать объект со всеми там зависимостями, связями. Датамаппер имеет больше накладных расходов, чем Active Rack. И отсюда следует, что если его плюсы не нужны, датамапперы, вот этих всех связей, то использовать его бессмысленно и затратно. Это будет только медленнее работать. Управление связанными сущностями. Если пока все понятно, вопросов нет. А, два раза. Смотрите. Инъекция параметров метод контроллера увеличивает время до входа в метод. Два раза. То есть два раза, если этого не делать. Если делать по-другому. То есть если мы будем в URL, да, в URL передавать, получается, то URL будет парситься. И это замедляет в два раза медленнее. А если мы передаем не через URL, а именно через параметры в метод, то это ускоряет в два раза. Евгений, я вам ответил? Евгений, поставьте плюсик. Если ответить вас нет, то вы почните вопрос. Спасибо. Тут не про репозиторий. Тут про параметры. Параметры имеются в виду какие-то переменные, скажем так. Какие-то значения переменных мы будем передавать. Если их передавать через URL, то это медленно. Если мы их передаем через параметры в методе, это намного быстрее. Репозиторий тут в URL никак не будет. Не передадите понять. Идемте дальше, Евгений? Или как? Давайте перейдем к практике. И идем к практике. Если есть, то пишите еще вопросы, ребята. Так, чтобы время не тратить, давайте я пока напишу вопросики. Так. Один готов. Так, ребята, давайте вот начнем поднимать проект. У нас вот такая директория, да? Давайте вот берем скриптон, то есть чистый вообще симпони, без ничего, без никаких библиотек, чистый его скелет. И... Так, он устанавливается. Я еще раз повторю. Сегодня мы попробуем пройтись, вот установим и настроим, попробуем сделать какой-то элементарный такой каркас, как бы магазина онлайн, там с продуктами, с категориями. И следующим шагом, ну, и сделаем для него, получается, REST, API настроим, реализуем. И завтра уже, получается, мы установим клик-хаус и посмотрим, как это будет работать уже с клик-хаусом. Сегодня пока мы это будем делать с Postgres, то есть, а завтра у нас получится будет две уже, как базы данных в системе, Postgres останется, и плюс добавится еще клик-хаус, как вторая база данных, с которой мы будем работать и смотреть за статистикой и анализировать ее. Так, смотрим. У нас вот установилось. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Так, вот у нас скелет установлен. Пока он пустой, там все минимальное, то, что может быть установлено. Так, давайте установим, получается, давайте доктрину установим. Доктрин bundle плюс ORM для работы с доктриной. Так, потом установим доктрину для работы с миграциями, чтобы было удобно. Это то, что must be для работы с синхрониями. Также очень удобно устанавливать сериалайзер, который помогает работать с данными. Также Twig установим, bundle. Это, в принципе, как шаблонизатор, но он нужен будет даже для API, для того, чтобы, например, для ошибки возродили, чтобы это было довольно-таки тайморанным. Просто все входа и идите, а его разбираем. Так будет немного нагляднее. Так, установим extra bundle. И валидатор тоже нам нужен будет. Так, и валидатор тоже нам нужен будет. Так, смотрим, давайте, что здесь у нас. Видите, у нас тут все добавилось в Composer JSON. В бендере все эти библиотеки установлены. Так, в конфигурации у нас все, что надо было, добавилось здесь. Конфигит для всех необходимых нам библиотек. Так, вот Гатрина говорит, что нужно пользоваться, нужно отсюда получать. Так, давайте сделаем юнзи. Как минимум так пока. Так, 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 хорошо. For REST. Это то, что нам необходимо для REST, да, для API. Здесь сделаем force. Потом получается... Идюшку надо нам в коллективе для REST и формат выстроен. Для всех путей API. Так, хорошо. Так, так, так. Так, давайте... У нас он, в принципе, настроен, но чтобы он работал, для этого нужно будет перенести Docker Compose, получается, с Docker файлом, для того, чтобы мы это все установили. Вот у нас в Docker, у нас есть Docker файл, в котором мы говорим, какие нам нужны будут библиотеки, пакеты, нам нужно установить, в принципе, стандартный пакет. Вот, говорим, какой Nginx у нас будет конфигурацию иметь. Вот, вот Docker Compose. В принципе, у нас сегодня состоит из трех контейнеров. Это PHP, FPM, Nginx и Postgres. Все, что нам нужно сегодня. Так, давайте тогда... И запустим. Проверим, что все поднято. Так, видим, что все... Так, вот, есть, влечим базу данных. Так, вот, есть. Вот, на стороне 4. Вот, 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 вот. Так, вот, вот. Вот, 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 вот. стоим пока без ничего вот хорошо получается что у нас контейнер поднят и мы можем начинать что-то давайте зайдем в контейнер это получается корневая папка проекта нам сделать во первых можем проверить наш консольные команды этот список основных команд по умолчанию которые уже установлены плюс уже доктрина которую мы устанавливаем с доктрины работать с базы данных и все другие тоже вот все руки наши смотреть и с криптованием пока нам это не нужно так в принципе что мы можем сделать давайте проверим нашу базу данных соответствует ли маппер базы данных он проверил маппинг говорит у вас супер идеальный маппинг хотя у нас маппинга нету потому что маппинг зависит от сущности у нас здесь дальше он проверил базу данных на соответствии с сущностями и сказав что все отлично потому что база данных и сущности у нас тоже давайте сделаем сущность такой продукт наверное начнем с продукта сделаем сущность так так дальше мы должны указать что принципе это относится к сущностям а не просто файл какой-то для этого нам надо импортировать маппинг вот из доктрины мы добавили маппинг и мы указали что это сущность который будет вот какой-то репозитор а у нас его нет мы его потом добавим давайте сделаем поля например у нас вот у нас есть поля айдишка до которой автогенерация будет заниматься найдет какая-то будет название товара будет его описание ну там поварит каут сколько его раз там из излюбленный товар скажем тогда приоритетные товары выбирать его будет цена какая-то картинки так давайте нет будет будет как добавим сущность продукта и теперь принципе если так ну у нас не пойдет так давайте добавим репозиторий вот добавили репозитории так для чего чтобы у него уже принципе было вот реализация у него уже много чего есть моего наследуем от репозитория принципе можем добавить здесь метод через который мы сможем получать продукт у него будут там наверно как бы так для начала видел что некоторые берутся получают там энд менеджер потом мы заинтересованы получают делают select from здесь это не нужно делать на самом деле если мы работаем репозиториям то если мы просто делаем крест в репилдер здесь уже автоматом у нас он уже знает какой сущности работы и мы здесь просто максимум что можем узнать и указать это например или алиса он уже знает какой сущность такой таблицы интеллект нам здесь нужен будет только если мы какие-то некоторые поля но это не просто как мы ждать в репозиториям поэтому мы не можем узнать его какие-то это у нас это будет чаще всего это используется почему не использует find buy но мы не ищем здесь мы не отрезал сделаем вам не нужна и ткань он больше нужно когда-то что-то и чипс нет а мы получаем записи просто по геннадте был контакте find buy нам здесь нужен будет все продукты до принципе даже смотрите смотрите в принципе find buy в данном случае я даже не использовал я бы лучше здесь добавил в если мне что-то нужно там условия какие-то руляет ничего что-то но данном случае find buy никак не идет не стоит так можно конечно тоже использовать если вам нравится но мое мнение но как-то так будет выглядеть не так будет работать как например мы используем получение результатов через 3 на все эти методы она получается более читабельно во всяком случае как минимум это легче питать потом разработчикам другим стоп понять что мы делаем когда у нас такие запросы будет он байтон оси плюс там третий лицам куча переменных куча массивов и понятно что будет читает ли это придал это по мне она так как-то лучше так хорошо давайте тогда пойдем дальше так сущность мы добавили репозиторий добавили но теперь принципе мы можем проверить как что сейчас нам скажет например галлюдация схеме видеть она говорит мэттинг у нас правильно то есть мы сущность сделали правильно она ничего не нарушает никаких правил никаких схем никаких то что доктрина позволяет мы все исполнили все требования но база у нас получается не синхронизировано смотрит для этого что делать для этого есть команда которая называется вот так трайн мегрей шанс див у нас создает разница создает миграцию где будут запросы все необходимы для того чтобы нам получается получается чтобы нам реализовать то что все изменения в маппинге чтобы инхронизировались базе данных вот создаем создалась миграция в сущности здесь нет инструктор если видеть ничего нет есть просто свойства есть методы для этих свойств для работы со свойствами нет инструктора его можно добавить его иногда добавляют когда например у нас есть там например связь там one to many например будет связь и у нас там коллектор получает от чего-то каких-то других сущностей и сразу когда мы создаем объект нам нужно там создать будет через сеттер но конструктор тоже иногда нужен даже когда есть сеттеры и геттеры конструктор нужен когда у нас коллектор там ray collection collection это криновские коллекции и у нас one to many будет например связь и для этого нам нужно сразу при создании продукта будет создать коллекцию чего-то там она будет пустая но она должна создаваться иначе у нас сам мэппинг будет неправильным для этого вот у нас конструктор а здесь нам он не нужен мы без него спокойно избавимся так хорошо давайте посмотрим миграцию вот наша миграция и что мы здесь видим при аппе да у нас создается ну вот создался вот у нас создается таблица да в принципе с теми полями которые нам нужны можно использовать для создания конечно 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 можно использовать я просто привык очками кому как удобно кому-то может удобнее это делать консоль мне кажется мне так быстрее чем в консоли это делать мне помогает идешка консоль мне вряд ли что поможет описывать создавать типы и все остальное вот смотрите здесь проблема видите кредаун то есть мы будем откатывать на предыдущую версию у нас создается такая вещь а это нам не нужно это неправильно это как бы такой скажем так маленький минус у симфонии с дектриной с постгрессом работы но это очень легко избежать избавиться от этого мы создадим давайте здесь папочку симфонии и давайте в нее добавим класс игрешим он у нас имплемент интерфейс его скрайбер доктор реализовать и вот мы говорим передаем какое событие при каком событии нужно отрабатывать мы говорим вот get post generate схема и вот аргументы какие мы получаем схему и здесь проверяем есть ли у схемы есть уже namespade паблик вернее нету то мы создаем этот но то что мы добавили этот класс он сам при себе работать не начнет давайте мы его добавим сейчас сервисе пропишем его я вижу сейчас я ответил на ваши вопросы добавлю то есть видите мы здесь прописали в сервисе назвали назвали то то есть мы прописали вот подписчик наш сабскрайбер да и который будет следить мы в него передаем event сабскрайбера с доктрины и сабскрайбер сабскрайбер то мы передали мы научили сейчас нашу доктрину следить и если что самой создавать паблик схемы давайте попробуем еще раз допустить создание миграции так так сейчас буду здесь создание схемы паблик так есть вот у нас создалась миграция если мы сейчас допустим у нас видите прошла миграция и если мы обновим нашу базу данных то увидим здесь две таблицы стандартная миграция записывается и вот наша база наша таблица по нашей сущности с необходимыми полями так что вы там написали это в контроллере будет в контроллере будет на каждое поле продукт что прилетело из формы пока это не контроллер мы до контроллера еще не дошли в контроллере вообще на самом деле вот продукт не должно быть контроллер он должен быть максимально минимальным он принял отдал все эти вещи должны уходить в слои сервисов либо репозиторий ну вот как вы говорите продукт это должно быть скорее всего сервисом мы это сделаем увидите у нас будет в сервисной части контроллер будет просто подключать сервис и в сервис передавать параметры данные и в сервисе будет это все реализовываться контроллер должен быть максимально тонким худым подольше подольше вот так но вы правильно написали форму в этом помощник хорошим так так пока у нас все понятно все ясно ребята есть вопросы если я запишите это место двоечки идем дальше двоечки так ну хорошо будем считать что все подпали двоечки если кто-то пишет вопрос я его прочитаю итак возвращаемся к сущностям это у нас одна сущность есть да давайте например если мы сейчас сделаем схемы то у нас все зелененькое у нас и синхронизация все идеально давайте пойдем дальше давайте добавим категорию например продуктов потому что это нормально чтобы у товаров были какие-то категории добавим так давайте добавим описание что это у нас сущность с моптируем мэппинг давайте создадим репозитории для категории лично так давайте здесь поменьше полей нам надо на самом деле одежка на ими description надо связать получать сущность категории с продуктом давайте добавим продукт продукт категории на категории ид которая будет связана с ид из категории будет ид она может быть нулевая может быть и нет и сейчас в принципе если мы допустим вагидацию она не должна пройти и запустим и у нас будет создана следующая миграция который вот у нас получается создали сразу запросов дает таблица категории со всеми полями обновляется продукт таблица добавляется категория и индекс который показывает связь категории вот ну и да он тоже автоматом уже создался давайте попробуем запуск прошло все без ошибок проверяем валидацию отлично если мы проверим базу данных обновим то у нас добавилось таблицы категории и в принципе пока в принципе пока так да хорошо что нужно сделать если мы сейчас попробуем добавить категорию какую-то то понятно что он нам скажет парень вот это все можно было красиво прочитать ошибки читать и пытаться понять то что он пишет там вот вот здесь много сложно читается но помощь он говорит что он не знает такого и поэтому он не может создать категорию значит нам пора что пора делать сервисы давайте начнем сервисы добавим сервис включается добавим сервис давайте включается добавим хорошо вот у нас есть сервис которым что нам нужно нам работать база данных нам первую очередь нужно найти менеджер поэтому здесь нам нужно будет добавить интерфейс который будет передаваться через б и менеджер наш сервис уже значит получается знает теперь давайте получается делать метод сохранения категории который чтобы передавать имя категории и получается что теперь нам надо добавили маленькое значение новую категорию а пока она у нас не сохранена для этого нам нужно берем эти менеджеру и ферсист ему то есть передаем ему получается уже нашу созданную сущность передадим вот но она еще базе данных не появляется пока не будет произведен плач вашим уже делать в принципе вот мы создали с вами метод который будет создавать новую категорию до принимая имя и описание он будет ее создавать на основании этого мы можем уже сделать категории контроллер так ну чтобы его создать прямо в корне это будет не совсем правильно потому что у нас значит создадим чаще всего структура будет следующая папочка идеаль плюс нам в 1 в 2 зависимости от версий дальше мы создаем так его надо заэкстендить получается от контроллер это то что мы устанавливали бандал это для работы средства нам помогает вот облегчает наши стороны давайте добавим описание контроллер ну это ладно пускай будет а самое главное это у нас будет облегчает Продолжение следует... 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 если категория иди у нас ну то значит получается что мы сформируем так и давайте мы тогда вот этот рэкспорт сформируем плюс он получается у нас будет это если у нас если мы получили либо получается что если у нас учиться получили на категория и кроме этого мы получается должны будем передать категории ответа вот мы сформировали получается response и здесь просто делаем return ростовский привет и здесь будем передавать response и вот как бы так ну можем попробовать давайте проверим что у нас опять наш этот через пост нам попробуем запустить дискрипшеном сексе строй категория 1 давайте проверим вот наш категория создалась базе данных прошел значит этот с первого раза у нас получилось пока вопросов не возникло ребята если есть вопросы напишите пока все понятно давайте троечку идем дальше или вы все уснули моего монотонного голоса смотрите вот мы вернули сексестру и категории айди один вот здесь лучше видно видите мы получили ответ на запрос стоит ли логику сохранения сущности в репозиторий из уровня сервиса сохранения нет мы в позитории должны какие-то кастомные запросы это нужно именно сам запросы у нас тоже там например интернет будет какой-то изощренный скажем так туда но в реальность доктрины таких и я вот сколько работал не было таких необходимостей интернет базу данных делается лучше всего через доктрины получается именно так даём сущность новую пункту и заполняем ее данными потом и запускаем менеджер и он ее уже сохранять так лучше это делается в репозитории мы что-то делаем запросы получить какие-то данные какие-то кастомные данные там сформировать и кайна с лейтой нами там например с там с группами группой там и многое другое то есть там нужно здесь что-то это просто нам нужно что получить не стоит нам выносить туда и вот на самом деле то что я говорил видите вот с этими многие видят их документации в примерах как делается там сет там берем сущность есть с этим всякие значения контроллер это не делается неправильно должно быть контроллер не должен это логика реализация логики они не должно быть контроллер за логику за эту реализацию должны отвечать сервисом контроллер отдал отдал взял максимум что мы формируем ответ и отдаем ничего нет никакой логики не должно нас таком случае сервис привязан жестко в доктрине а если надо будет работать с данными кого-то капель не обязательно смотрите здесь в данном случае да у нас привязан доктрине хотя на самом деле если у нас есть какая-то стратегия по которой мы можем выбирать мы будем работать с доктрины либо например с апи стороны либо с может вообще уйдем от доктрины возьмем другую то есть для этого будет выбираться стратегия и по той стратегии идти я в конце если вы мне напомните я могу показать быстренько пример как было реализовано например статегия ну там другая инхеретность там по выбору какой какой сервис будет выбирать но это тоже самое примерно будет зависимости от входных данных от выбранной стратегии будет выбираться нужный сервис данном случае наш сервис работает сантимен а у нас может быть другой сервис категории сервис там например файл который будет работать с файловой системы выбор стратегии в данном случае просто у нас нет нам просто когда мы привязаны до 3 и все вот так ответил ну я пообещал вам что покажу в конце если вы меня напомните я вам покажу и так идемте дальше день ручку либо еще что-то напишите почему ритмурную джейсон рассмотрит просто если вы заглянете то как это реализовано вы увидите что здесь формируется ростов со всеми хидерами которые нужны то есть здесь формируется конца-концов мы получаем альбому джейсон просто мы используем то что есть в реализации мышц устраивает от банков и попали что он просто летел мертвым трудом мы его используем плюшки много удобнее получается нем очень много чего реализовано и так более как бы короткой со нас решает внутри вся логика лизанки вот передачи ответ можно джейсон рэдс фонд делать но я бы хотел использовать то что у нас ведь если мы пострет почему бы его же пострет и не использую илья не ответил идемте дальше я не дай или или есть еще какие-то вопросы так идемте дальше хорошо также можно не тащить бандал а использовать тот же эритон конечно но если так идти так вообще можно не использовать фреймворк фреймворки нам нужны для того чтобы облегчить наши данные воды чтобы до нас много логики было уже сделано и мы просто минимальными усилиями писали что для этого идут и фреймворки а так можно вообще все 0 могут передавать какие-то красные а здесь много чего может быть у нас есть пресете при у нас везде есть проверки у нас идет у нас тут логика более гибкая более удобно но кому кому нравится он может да конечно просто ты он возвращает ну как нравится мне вот нравится и через джессон рэдфон сделать юг лет делать мы танцуем как нам нравится каждый из нас выбирает пути который ему больше нравится меня знакомы был он например очень часто это пытался реализовать ему реализовывал с нуля это немногим нравилось работодателям было много уже чего сделано но он это все делал все равно с поля плюс это еще зависит будет от того же руководителя проекта если вы будете писать чиппинг гибтон передавать просто не используя то что например он хочет быть пульсоведом у вас непонятные ситуации вам придется с ним говорить потому что как бы нужно придерживаться стандарт если идет придерживаться одного стандарта вот например как данном случае мы держимся этого банка арестовского после то значит надо держаться его если вы не перестанете это делать вам будут подробнее делать замечание чтобы все-таки пользовались идемте дальше хорошо давайте что у нас там так мы продукты сделали категории мы пока только категорию добавили да давайте попробуем добавить продукт но у нас для этого полу ничего не написано давайте им один скажет извините винтик нет такого реализован реализации такой нет давайте реализуем давайте вначале создадим сервис продукта давайте если давайте добавим получается хорошо давайте получается добавим метод сохранение продукта мы в него передавать имя описание и айдишки смотрите есть для этого для того чтобы его если будем делать также если мы подойдем категории вот это произойдет получается нам нужно также сама получается персистом передать менеджеру и сохранить получается что мы передаем мы пытаемся сохранить и получить айдишку продукта так давайте добавим контроллер контроллер так контроллер давайте добавим описание ему а коннотации пишем что тоже вот получать теперь один продукт это будет все будет работать с контроллером и и дальше там если нужны будут дальше углубление в этот внутри в руке если более пока нам не нужно будет так что мы делаем добавляем продукт сервис переменную внутри через получается с этим в этот контроллер чтобы он знал этот сервис и добавим добавим нет нет охранения продукта передаем нам нам передаем ему name description и категория через получается через API мы его передали итак давайте попробуем так и сервис и мы должны будем получить что правильно получается продукта должны получить давайте давайте продукт ID вот так здесь намного проще потому что здесь нет сложности как в предыдущем варианте с здесь мы так же само будем генерировать как и в предыдущем контроллере да 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 вот получается что если продукт ID у нас будет нулевой то у нас будет спал если все правильно то получим переводим продукт 1 и передаем также его в юг и то есть тот же самый вот так нам чтобы это сработало нормально нужно аннотацию давайте и аннотations и аннотацию получается получается у нас получается здесь name description и категории ну вот теперь она как бы готова к употреблению так можно попробовать чтобы передать и сохранить давайте попробуем но у нас ошибка какая ошибка как вы думаете то у нас не так твой с какой мере ребят где есть какое-то мнение почему у нас ошибка абсолютно правильно что сущность и поэтому он говорит извините я здесь поэтому это у нас мы передаем одежку он берет ребята вы чего контроллер показать сервис здесь все правильно без нагрузка на самом деле вот здесь для этого нам что нужно делать нам нужно категорию получить и эту категорию засадить уже здесь и тогда это ошибка должна уйти давайте проверим так то у нас будет категория сервис гой сервис 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 Продолжение следует... По ID, получим категорию и отправим ее в центр абсолютно точно. Да, так и будет. Получается, что вот мы здесь... Прежде чем делать set-категорию, давайте получим эту категорию. Из категории сервис... Продолжение следует... Не обязательно. Можно сразу... Иногда делают так. Получают сервисы, потом по G-трепозитории. Но это тоже плохая практика. Лучше это все у нас, чтобы было здесь реализовано. Давайте сделаем там... Вот... By ID, например... Здесь будет у нас... Вот. Можно просто find, можно find by... Ну, в онлайн-пай по IDшке не стоит. Потому что это будут применять для других критерий в поиске, а не по ID. А по ID просто find подойдет более чем. Так. Давайте сделаем ретурн... With EntityManager... Так... Можно так сделать... Сделаем вот там... Как тебе... Вот... И find видит... Ну, вот просто, чтобы еще раз убедиться. Видите, он четыре варианта предлагает. Find one by... Тут может быть разный поля. Это более подходит для других полей, когда нужна запись. Там, например, по логину, по email, еще почему-то. А для IDшки find лучше всего. Можно и find one by тоже. Это тоже будет не ошибаться. Добавить... Так, и получается, что... Возвращаемся к нашему... Вот. И у нас здесь вот find... Get my ID... Здесь категория ID добавили. И получается, что у нас... Здесь должна быть категория. Ну, можем поставить на всякий случай, например... Только если, например... Есть категория... Потому что люди знают, вдруг... Какая-то, ну, будет там, или еще, что-то не будет в этой категории... То у нас с этим, в принципе, будет в ключ. Ну, ладно. Не помешаем. Так, хорошо. Вот. Давайте теперь проверим, что у нас теперь получилось. Сервис никогда... Нет, не превращается в репозиторий, потому что у сервиса... Вы видите здесь запросы. Я запросам здесь не вижу. Либо вот здесь нет запросов. Ну, вот разве что find... Самих запросов здесь, в принципе, то нету. Я же говорю, в репозиториях мы обычно что используем? Что-то кастом на какие-то допросы, более такие, которые... Ну, просто так не получишь. Либо вот погенацию, там еще что-то. Вы согласны, Женя, насчет того, что сервис вращается в репозиторий? Нет, еще раз говорю. Смотрите. Вот просто визуально хотя бы вот. Давайте сравним. Вот сейчас подключу в репозиторию. Ну, давайте. Ну, вот сравните. Вы не видите разницы. У нас здесь Query Builder используется. Здесь у нас никаких Query Builder нет. Мы здесь просто получаем. Либо сохраняем что-то. Но самих запросов здесь нет. Сервисов. А в репозиториях у нас есть запрос. Есть разница чуть-чуть. Это грань такая. Ее надо как бы понимать и стараться кто-то наблюдает. Потому что Query Builder уже здесь работает с ним на пружатку. Это нельзя в сервисе. А вот он как раз пользуется этой репозиторией. Давайте проверим, что у нас получилось. Давайте посмотрим, что это может быть. Так. Давайте проверим. Так. Давайте разбираться. В чем ошибка, когда категорию поправьте. П欸... Паутили... 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 Аааа... давайте проверим что у нас здесь у нас на эту категорию доходит дальше контролем контроль затем даем скрытшим дальше а все извините Так, вот решилочка, давайте посмотрим. Все, видите, создался продукт, чтобы создавать больше продуктов. Так. Ну вот, мы их нацелковали в какое-то количество, давайте посмотрим. Тут у нас шесть есть проблем, как ожидаю, все в одной категории получаются. Категория один. Давайте сделаем, получим список, фагинатный, например. Как минимум, да, попробуем получить список этих продуктов. Давайте в сервисе сделаем метод. Которым будут приниматься пейдж и перплейдж, да, нет, и какая, сколько мы страницы. Так, и давайте тогда... Таэпэк fonctionne. Здесь в преподаватуре передадим сущность. Вот у нас здесь уже реализованы методы получения. Вы говорите, что это превращается в репозиторию. Здесь мы используем репозиторию и его метод. В контроллере давайте добавим в контроллеры получается метод. В котором получается у нас будут два параметра, но они не обязательно. И давайте попробуем. Здесь, здесь,預備цем. Перпок generates. Перпо街. вот так вот у нас продукты давайте так если у нас получается продукт вот и получается ретурм делаем будем передавать получается так а можно задать диплом на значение ну можно их тоже задавать да конечно но можно и так либо здесь тогда получается это будет можно абсолютно или так или так вот так хорошо вроде получается описание я уже хотел запустить она у меня запустила она ты шанс это у нас получается мы тоже тут ничего не прописываем тоже сохраним этот наш и получается единственно что нам нужно это добавить это парам так это у нас будет скопируешь и быстрее было получается вот пейджет парам мы говорим что они идут как числовые да и они могут быть нового до встречи не обязательно вот хорошо вот теперь мы можем проверить давайте посмотрим где там видите я вам сейчас видите вот у нас видите с конца начинается все свои девки наши получается все продукты давайте получится получается добавим что и получится почему ну давайте page 1 ребят смотрите у нас начинается нулевая страница и вот мы начали с первой странице если же это будет первое то это как вторая страница получаем вот если мы напишем вторая страница то у нас уже две значения нет то есть тут для этого в принципе используются пагинации мы сейчас это не встроим нормальную пагинацию и как бы на этом мы можем с вами уже почти закончить давайте тогда добьем обычно page больше нуля да это уже играет из пагинации делает просто мы сделали такую элементарную вещь снимали мы можем это сделать делать пейджем да например нас пейдж будет 0 то делать его пейдж если пейдж то мы его будем минус 1 пейдж если у нас если у нас есть пейдж то у нас будет либо это у нас давайте попробуем делаем вот первое проник и сделаем вторую страницу все я починил вас пагинацию давайте 0 все равно мы с первой страницы начинаем то есть получается то есть видите просто по умолчанию оно работает так там делается маленькая плюс 1 минус 1 вернее потому что у нас программисты с нуля начинается поэтому здесь первый результат видеть будет начинаться надеюсь я ответил теперь она у нас стало человеческим или не человеческим силам так ребята давайте по-быстренькому сейчас еще получается чтобы полностью круг нам покрыть сегодня давайте мы для продуктов добавим на тилет и апдейт и уже завтра продолжим с кликаусом работу с нашим магазином вот так давайте вернемся к чему к продукт сервису так 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 добавим делит продукт давайте скопируем наверно чтобы и расскажу метод делит продукт мы передаем айдишку в entity менеджере мы вначале ищем мы получаем продукт если его нету то возвращаем фалст то есть мы ничего не удалили если же он есть то получается мы через entry manager делаем рим в очередной раз хочу показать в репозитории такого никогда не бывает это уже не репозиторий это работа с этим менеджером это именно сервисное место для сервиса вот сравнивать это с репозиторием неправильно репозиторий такого не должно быть там вообще там query builder используется либо вообще чаще всего query builder вот так добавили делит и давайте здесь тогда получается в контроллере добавим добавим метод делит так то получается мы в сервису передаем продукт айди и здесь получаем или пауз на ответ будет и здесь его передаем сексет сразу же и код то есть в зависимости от true или false будет либо 200 либо вот передали моему аннотацию то что это делит с тем же самым урл продукт вот и говорим что там мы будем передавать в орле продукт айди который у нас числовой но и не может быть ну то есть он обязательно вот давайте попробуем ну вот делит продукт сейчас посмотрим какой у нас максимальный вот что давайте удалим вот у нас пришло true можем обновить базу увидим что он ушел отсюда так значит делит у нас уже реализован и получается давайте добавим метод апдейт да обновление он вот вот получив категорию мы тоже с этим если нам надо вот да и в передаем обновлен делаем флеш и возвращаем друг то есть мы его обновили как бы так это мы его сервисе так реализовали и в контроллере и в контроллере получается нам надо будет реализовать похоже на делить только что мы его делаем как патч где указано что передаем продукт ид который обязательно числовой и три параметра вот мы передаем передаем сервис в апдейт продукт получаем результат который буллинг который так же как определитель мы определяем в ответе вот давайте проверим где у нас апдейт вот один дальше посмотрим 1 1 сам исключен про таки давайте обновим не должно быть поменяться и название описание вот он вернулся то есть он его обновил и вот базе данных у нас поменялись значение то есть это работает обновление получилось что мы покрыли здесь круг скажем так да все что нужно было для работы с продуктом также с категорией ну с категорией мы не все добавили вот давайте на сегодня это будет все у нас почти два часа шел по занятиям и самое интересное у нас останется получается на завтра завтра немножко я очень мало расскажу про кликхаус про этот тип базы данных в принципе вы и сами можете прочитать и завтра в 8 вечера так же самое с вами встретимся мы его у себя поднимем настроим работу с ним этот продукт от яндекса и получится что мы постараемся научить нашу систему работать кликхаусом со статистикой обрабатывать его может даже что-то сумеем вывести посмотреть что же это за статистика такая работает и выглядит по кликам там по просмотрам то что бывает необходимо для анализа работы в магазин онлайн хорошо крепко сервис согласитесь ну это ваше дело это ваше право обычно больших серьезных проектах которые написаны на зенде на симфонии это такое правило часто не соглашаются те кто пишут но любят писать на ларвей но последние проекты которые были у меня реализованы на ларвейле они были как раз переписаны я их переделал на датрину и там также была реализация с сервисами репозиторий это репозиторий сервис это сервис контроллер это контроллер те кто есть обязанности об этом кстати у нас тоже более подробно изучаются и рассматриваются эти вопросы так что просто вы привыкли так писать и вам возможно это считается лишнее но на самом деле если посмотреть они отличаются я еще раз говорю они сильно отличаются потому что мы в сервисах работаем с репозиториям а в самих репозиториях мы работаем уже именно с ними заключается с запросами с вами есть разница большая если захотите почувствовать разницу придете к нам и точно изучите это вы увидите эту разницу ребят еще раз я хочу напомнить у нас с вами вот я в самом начале я высылал вам ссылочку в самом начале это опросник который обязательно нужно в конце пройти пожалуйста не забудьте его пройдите хочу вас немножко ознакомить не знаю завтра будете вы или нет получится или нет поэтому чтобы вы знали у нас наш курс симфонии он состоит из нескольких модулей первый модуль это знакомство в котором вот есть подводные занятия установка мы сейчас увидели мы изучаем доктрину изучаем с миграциями более подробно работаем с сервисами насчет сервиса мы это все подробно рассматриваем и изучаем и обсуждаем потом у нас второй модуль это маршрутизации и http foundation это там у нас будут контроллеры маршрутизация http foundation это тот же компонент очень большой очень сильный очень важный дальше третий это symphony формы мы изучаем сегодня тоже вопрос поднимался четвертая будет часть этого модуля авторизация аутентификация тоже рассматривается потом мы изучаем рев приложение и false rest bundle то что сегодня вы его немножко увидели потом мы изучаем разные типы API так я сейчас закончу рассказ о том что у нас будет на нашем курсе и дальше я покажу третий модуль это интеграция с другими системами то есть там у нас идет логирование мониторинг каширование то есть там и редис 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 и мемкэш мы изучаем очереди вот у нас два занятия очереди мы изучаем потом полнотектовый поиск это эластик серж получает смотрим дальше у нас четвертый модуль это тестирование и развертывание контрольные команды симфонии юнит тестирование интеграционное тестирование дальше это Neomi API и документация API очень хороший бандл для документации и дальше пятая часть это развертывание приложения модуль 5 уже заключительный это Advanced Practices там мы смотрим мы изучаем разные симфонии бандлы и пакеты разработка прототипов с помощью генерации кода тоже изучаем пас решения для симфонии микрофреймворки на базе симфонии например симплик он очень быстрый для микро сервисов он идеально подходит дальше изучается у нас три занятия это API платформа то есть первое занятие это ведение второе это мы работаем с GraphQL в API платформе и третья часть это расширение API платформы вот это то что мы с вами если вы придете будем изучать в этом курсе симфонии завтра и то что я сказал на симфонии плюс кликхаус будем уже изучать так ребят насчет просили напомнить по выбору сервиса в зависимости от уровня протяги так одну секундочку сейчас я открою вот показать вам тут 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 да столько проектов в у секунду сейчас так и насчет еще одного сейчас бы сервисе на курсе рассматривается у нас диплом с инжекшем мы рассматриваем первую очередь конфигурационными файлами мы изучаем и так и так у нас это будет их конфигурационных файлов как это реализовываются насчет так смотрите но этот проект он носит они на симфонии написанным на сути это не меняет подходы здесь примерно такие же так вот смотрите например есть давайте бьюдер смотрим есть обычный юзерский абстрактный класс там он у нас идет как суперплат он разделяет моего диктрине он по дискриминатору будет делиться по типу что это значит это значит что есть одна таблица пользователей в этой таблице будут три типа пользователей админ студент и у них могут быть разные поля есть общие поля вот который здесь в абстракт а есть даже поля совпадает но в чем прикол когда мы обращаемся к сервису пользователей вот у нас есть юзер общий один общий главный сервис и в этом сервисе нас есть я траты джи например да мы его решаем за счет типа стратегии он будет выбирать необходимую нам стратегию то есть видите здесь есть папочка стратегии и здесь есть три три разных сервиса есть админ сервис есть профессор сервис есть пэзин сервис у них абсолютно могут быть разные реализации каких-то методов какие-то методы быть каких-то нет то есть это абсолютно они живут как будто свои своей жизни они могут один работать доктрины другой сайловой системы это будет решаться на на уровне стратегии то есть мы когда вот например у нас креду пользователя да мы по типу пользователя мы будем понимать видите у нас создается вот пользователь инферит анализов и как это работает видите инфеританс у нас есть резолбер который определяет по стратегии видите полога дискриминатный откуда берем без инфеританс а он откуда то есть если мы вернемся вот у нас здесь видите он указывает дискриминаторный какой-то тай и он здесь уже знает по какому скажем так свойству выбрать нужную стратегию и получается что где он вот и он здесь из из даты получает этот тип и выбирает нужную стратегию нужный сервис и дальше будет креет из нужного сервиса из админа из профессора или студента а там уже своя логика будет реализовать абсолютно не связано где-то связано может быть три на где-то я говорю там будет амазоном связано это будет связано с файловой системы то есть это будет уже внутри реализовано каждого сервиса но это просто паттером стратегии реализу будет разруливать всю эту вещь вот симфонии продвигает конфиги файлов и яму всем надоел своим жестким форматом пробел не там ставили все ну смотрите это можно делать ты кому как нравится потому что кому-то нравится использовать яму кому-то нравится использовать печки файл нас мы получается в этом курсе мы используем видите сейчас вот у нас сервис до описывается вот у нас на пример в основном здесь вот смотрите видите мы вот в конфиге сервис яму мы используем и вот все что нам надо мы передаем получается уже к цему в наши вот как бы так мы изучаем и такой и такой вариант а дальше каждый вправе выбирать как ему больше нравится не обязательно яму потому что кому-то если нравится он может у себя локально абсолютно использовать песню так ребят в принципе мы сегодня с вами закончили если есть еще вопросы задавайте если нет то пожалуйста еще раз напоминаю опрос по занятию сегодняшним по вебинару сегодняшнюю и у вас получается уже завтра восемь вечера второй часть жду вопросов если есть спасибо большое ребята тоже что что участвовали активно потому что очень неприятно когда сам пытаешься что-то делать работать и не чувствуешь никакой отдачи никакого увлечения тех кто с тобой занимается спасибо большое мне очень понравилось было приятно с вами с вами заниматься надеюсь еще больше нам всем понравится это завтра еще больше мы воодушевимся после запускных занятий и придем заниматься вместе повышать свою квалификацию свой профессионализм спасибо всем большое ребята спасибо за просмотр спасибо за просмотр